Каждому из нас так или иначе приходилось сталкиваться с карманными кражами. Для многих эти неприятные знакомства заканчивались серьезными потерями в семейном бюджете. К сожалению, карманные кражи до сих пор являются одним из самых распространенных видов городских преступлений. Как предостеречь себя и какие меры принимаются по профилактике данного вида преступления в нашем следующем материале. Как отмечают сотрудники полиции, в текущем году участились случаи карманных краж. Карманники, как правило, действуют в транспорте. Ловкость их пальцев не даст вам почувствовать прикосновения. Часто они используют прием вежливости. Чтобы подобраться поближе, предлагают помощь при входе или выходе из транспорта. Придерживают дверь в магазине. Только за 10 месяцев 2017 года зарегистрировано 1800 такого рода преступлений. Нередки случаи, когда соучастниками щипачей являются и сами водители общественного транспорта. Я сразу скажу людям, сразу скажу. У вас карманчики на час пику будут. Так и скажу. Он дайте без всех сразу хрубчика. Если я замечу карманника, я сразу выгоняю таких. Может и есть водители, которые соучаствуют в их преступлениях. Но я сразу же торможу автобус и высаживаю таких. Мне главное, чтобы пассажиры были целы и никаких ущербов не понесли. Это же наш хлеб. Я этих воров сразу выгоняю. Обычно они притворяются инвалидами. Я их сразу замечаю. Одними из излюбленных видов краж воров в последние годы стали следующие способы. Вы сидите за рулем своего авто, к вам подходит человек и расспрашивает, как дойти до той или иной улицы. Пока вы объясняете, другой вытаскивает из вашего автомобиля ценные вещи. Крадут они и мобильные телефоны продавцов магазинов, когда последние достают товар. По словам же местных жителей, при случае обнаружения кражи стоит незамедлительно звонить в полицию. Ну, как общественник обычно предупрежу органы. Позвоню 102. Я иногда влезу, да, не осознавая того, что моя жизнь может тоже подвергнуться какому-то насилию. Сразу вызывать полицию. У кого-то, да, было в автобусе сотовый телефон. Автобус устанавливали, двери не открывали. Двери не открывали, люди все сидели. И бывало сотку, скидывали там, прямо в автобусе все. Нет, такого случая не было у нас, слава богу. Но если увидим, наверное, скажем, посторонним толкнем, как-нибудь дадим понять, что кто-то лезет. А куда-то заявлять, это... Пока мы заявим, наверное, карманник уже убежит. Мне кажется, надо убедить мне все-таки шиферам, контролерам смотреть, кто есть. И как-то немножко предупреждать, потому что сейчас видите, какая обстановка. По словам полицейских, ловкость вора отработана годами. Поэтому жертва часто даже не замечает факта кражи. В основном кражами часто занимаются так называемые воры-гастролеры. То есть приезжие из других регионов Казахстана и других стран. Полицейские призывают граждан быть более бдительными в общественных местах. С их слов, раскрыть такие кражи довольно трудно, поскольку без поимки с поличным и улик, от которых воры быстро избавляются, материалы в суде не рассматриваются. В областном центре ежедневно на 186 маршрутов выходят 2526 автобусов с целью недопущения и раскрытия карманных краж. В том числе в общественном транспорте руководством МПС «Выводы города Тарас» созданы специальные группы. Из числа сотрудников МПС по выявлению листов, совершающих карманные кражи. Анализ показал, что за три дня по городу совершено 10 краж с автомашин граждан, из которых нераскрытыми остались пять. Не стоит забывать, что в последнее время многие карманники ориентируются не на кошелек, а на мобильный телефон. Поэтому в людных местах мобильник лучше спрятать подальше или в крайнем случае держать в руках. Если вы заметили к себе пристальный интерес и подозреваете, что это вор-карманник, демонстративно обратите на него внимание. Заговорите с ним, задайте какой-нибудь нейтральный вопрос. По мнению специалистов, это один из лучших способов предотвратить кражу.